Новая Голландия в Санкт-Петербурге, остров в Адмиралтейском районе города. Адрес Новой Голландии, набережная Адмиралтейского канала, 2. Расположение острова Новая Голландия на карте официальный сайт Новой Голландии Телефон, плюс 7, 812, 245, 20, 35. Режим работы, Новую Голландию в СПБ в будни можно посетить с 9 утра до 10 вечера, а выходные, до 23 часов. Вход в Новую Голландию, бесплатный. Обратите внимание, на входе посетители должны пройти через металлодетектор, а их крупные сумки и рюкзаки, досмотреть охранник. Любителям вечерних прогулок стоит учесть, войти на остров не получится уже за полчаса до его закрытия. Элагин остров в Санкт-Петербурге Появление Новой Голландии в СПБ связано с историей Адмиралтейства. По приглашению Петра I работать на верфях в Питер приезжали голландские кораблестроители. Благодаря каналам с подъемными мостами и иностранной речи, обстановка, где они работали, напоминала голландский порт. Поэтому сформировавшиеся в 30-е годы 18 века остров стали именовать Новой Голландией. Музей-подводная лодка в Санкт-Петербурге в 2011 году был объявлен архитектурный конкурс «Новые идеи для Новой Голландии». Победило архитектурное бюро Уоркак. Согласно его проекту, остров станет «городом в городе». В результате завершения первого этапа реконструкции в августе 2016 года в Новой Голландии в СПБ открылась парковая зона, и остров стал круглогодично работающим. Музей электротранспорта в Санкт-Петербурге на территории острова, который называют «Малой Голландией» в Санкт-Петербурге, находится ряд исторических зданий, дом коменданта. Когда-то здесь жил комендант со своей семьей. В 2013 году, в ходе реставрационных работ, здание обзавелось современным интерьером. А в 2017 году здесь открыли школу креативных индустрий «Маяк». «Маяк» является образовательным центром для 5-17-летних детей. Обучение здесь помогает им определиться с будущей профессией. Основными обучающими направлениями являются кино, дизайн, архитектура, анимация, видеоблогинг, разработка компьютерных игр и п.р. Кузня, еще при Петре Первом это место выполняла роль кузнечной мастерской. Сегодня же Кузня – место размещения ресторана и клуба Кузня Хаус. Полдень, 23 часа, на территории которого находится бальный зал, бар, посадочные места, сцена, кухня шефа, чайная комната, там стоят книжные полки и большие диваны. Музыкальная кухня и в Кузня Хаус рулит Кирилл Сергеев, Кита Джемпер. Кроме того, здесь открыто кафе «Волконский Дели» с 9 часов 30 минут до 22 часа, где можно утолить голод, в кафе есть столы и диваны, взять с собой готовые блюда или необходимые продукты для пикника. Цены на некоторые блюда в Кузня Хаус – тартар из говядины с маринованным огурцом и джемом из красного лука – 490 рублей. Звездочка, Мизе – 190 рублей, один штат. Звездочка, Гаспачо – 370 рублей. Звездочка, свекольное ризотто с кедровыми орешками и козьим сыром – 350 рублей. Звездочка, овощи на гриле – 290 рублей. Звездочка, хрустящие кальмары с соусом тартар – 590 рублей. Звездочка, эклер – 150 рублей. Звездочка, бутылка, раньше в этом здании находилась тюрьма. В ходе реставрационных работ была восстановлена кирпичная кладка фасадов, установлено 228 оконных рам, два лифта, 163 двери. Во дворе – бутылки, в темное время светится 42,5-метровых пуль. Обратите внимание, сегодня первый этаж – бутылки, занимают рестораны. На втором этаже находятся различные магазины, там удастся обзавестись экологическими детскими игрушками, одеждой, комиксами и альбомами по искусству. А также заказать оригинальный принт на футболку, а на третьем – можно посетить тренажерный зал, парикмахерскую, студию йоги, занятия по боксу. Территория Петербургского острова Новая Голландия в Санкт-Петербурге – это парк, предоставляющий к услугам отдыхающих следующие объекты – инфоцентр. Там открыт сувенирный магазинчик, где удастся обзавестись различными товарами с символикой Новой Голландии – футболки, рюкзаки, значки, справочник растений острова ИПР. А также узнать об острове и проводимых мероприятиях, и арендовать необходимый спортинвентарь, в инфоцентре сидит администратор, отвечающий на любые вопросы, а также висит почтовый ящик, окрашенный в синий цвет, туда можно опускать письма, пожелания и признания. Сцену – она нередко становится местом проведения перфомансов, театральных постановок, музыкальных выступлений оркестров и групп, летних кинопоказов на большом экране. Павильон – он используется для проведения лекций, образовательных программ, камерных выставок. В 2018 году в павильоне работает «Открытый лекторий». Там проводятся образовательные мероприятия, связанные с разными областями культуры, науки и искусства. Туалеты, в том числе для посетителей с ограниченными возможностями, детскую площадку для малышей, здесь самые маленькие гости Новой Голландии играют в песочницы, катаются на качелях и горках, детскую площадку – фрегат. Игровое пространство выполнено в виде каркаса корабля, длина – 26 метров, высота – 6 метров. Внутри он оснащен канатами, подзорными трубами, штурвалом, пушками, горками, рядом с фрегатом, оборудована зона с навесом для родителей. Травяной сад, является цветником с высаженными там различными многолетниками из разных частей света, фото-будку, банкомат, место для курения, площадки для игры в шахматы, морской бой и питанг, столы для игры в пинг-понг, ларек, где торгуют эскимо, пломбиром в вафельных стаканчиках и сахарных трубочках, а также мороженым разных вкусов, ваниль, шоколад, манго, клубника и п. На развес, комнату для матери и ребенка, арт-объект Air Island, на фоне надувной скульптуры следует обязательно сфотографироваться. Кроме того, арт-объект можно трогать и даже ходить по нему, но без обуви, одновременно находиться на скульптуре Air Island может не более 11 человек, общий вес не должен превышать 900 килограмм. Пляж, его посетители найдут на понтоне, внутренней акватории острова. На пляже можно ежедневно загорать, расположившись на песке или шезлонге, с 9 утра до 9 вечера. С 18 ноября по 18 марта в Новой Голландии функционирует каток, вмещает 300 человек, площадью более 2000 квадратных метров. В будни можно покататься на коньках с 11 утра до 9 вечера, продолжительность каждого сеанса – 1 час, а в пятницу-воскресенье и по праздникам – до 22 часов 30 минут. Кроме того, в такие дни проводится дополнительный сеанс с 23 часов до полуночи. Стоимость 1 сеанса – до 15 часов 30 минут, 100 – будни, 350 – пятница-воскресенье, праздники, руб. Звездочка, а после 5 часов вечера – 250-450 рублей. Звездочка для школьников, студентов и пенсионеров действуют другие тарифы – до 15 часов 30 минут, 100-280 рублей. Звездочка, а после 17 часов – 180-380 рублей. Звездочка вход для детей 3-7 лет, бесплатный, их должен сопровождать взрослый. Обратите внимание, купить билеты на каток можно онлайн или на месте, в кассе. Каток предоставляет к услугам активных отдыхающих павильон проката, там есть раздевалка, камера хранения и пункт проката коньков – 220 рублей, одну пара. Звездочка. Что нельзя делать в парке Новая Голландия в СПБ? Приходить с алкоголем и напитками в стеклянной таре, приносить мангал и гриль, а также разводить огонь, оставлять детей без присмотра. Дети до 14 лет могут находиться в парке только в сопровождении взрослого, курить в неотведенном для этого занятии месте, кататься по парку на роликах, велосипедах, самокатах, гироскутерах, устраивать профессиональные съемки с коммерческой целью – выгуливать в парке собак и кошек. С 08 по 28 августа 2018 года в Новой Голландии на газоне за «бутылкой» проводятся тренировки с элементами бокса с клубом Джонни Ди. Время проведения – пятница и воскресенье с 10 часов 30 минут до 11 часов 45 минут. Обратите внимание. В непогоду занятия переносятся в студию Джонни Ди. Три этаж – бутылки. В этот же временной промежуток каждый вторник, четверг и субботу с 10 утра до 11 часов 30 минут в Новой Голландии проводятся занятия йогой, студия Дианы Вишневской. Место проведения – центральный газон. С 1 августа по 2 сентября 2018 года петербургский питанг-клуб устраивает в Новой Голландии тренировки по питангу. По средам они проводятся с 6 до 9 часов вечера, а по воскресеньям – с полудня до 7 часов вечера. Обратите внимание. В непогоду тренировки отменяются, а их продолжительность может быть сокращена из-за усталости игроков. На протяжении всего лета каждое второе воскресенье в 16 часов в Новой Голландии открывается шахматный клуб на открытом воздухе. Здесь проводятся мастер-классы, игры и уроки на большом поле, используются большие уличные шахматы. До острова Новая Голландия в Санкт-Петербурге удастся доехать на маршрутках номер к 186, к 124, к 6, к 169, к 62, к 350, к 306, автобусах номер 70, 27, 71, 6, 22, 3, трамваях номер 22 и 5. Ближайшими станциями метро к острову являются Синная площадь, 2,5 километра, Невский проспект, 2,5 километра, Адмиралтейская, 2,2 километра. Обратите внимание. Не все остановки общественного транспорта находятся рядом со входом в парк, поэтому пеший путь может занять 5-15 минут. Желающим предложат отправиться на речную прогулку вокруг Новой Голландии, продолжительностью примерно 40 минут. Маршрут стартует и финиширует на канале Грибоедова, и проходит мимо мойки и канала Крюков. Данная экскурсия не является регулярной и типовой, она проводится исключительно для организованных групп. Остров Новая Голландия в Санкт-Петербурге – место отдыха для людей всех возрастов. Сегодня для осмотра и посещения открыты не все объекты, поскольку реконструкция острова еще не окончена, окончание работ намечено на 2025 год. Звездочка цены актуальны на август 2018 года.